Генеральный партнер программы новостей производственное предприятие Меркурий-2 В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Восторожно, ядовитый газ. В поселке Уташ прошли масштабные командно-штабные учения с привлечением всех специальных служб муниципалитета. Люди, конечно же, берут по нескольку лент для своей семьи. Символ Великой Победы. Уже на следующей неделе в Анапе стартует акция «Георгиевская ленточка». Я подумала, что многие просто так читают сказки и не задумываются, что в сказках нарушаются права персонажей. Сказка ложь – давний намек. Анапская школьница стала победителем научно-практической конференции, доказав нарушение прав ребенка в детской сказке. Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год. В качестве эксперта выступила председатель контрольно-счетной палаты Анапы. Бюджет 2017 года сохранил свою социальную ориентированность. Свыше 72% от общего объема бюджетных средств были направлены на отрасль образования, здравоохранения, культуры. По мнению экспертов, бюджет был исполнен без нарушений. При сопоставлении показателей формы бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств данными отчета об исполнении бюджетного муниципального образования в расхождении не установлено. В фактах нарушения, влияющих на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов дохода бюджета не установлено. Представленная для внешней проверки годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает финанское положение, где результаты финансово-хозяйственной деятельности главных администраторов бюджетных средств в 2017 год. Доходы складываются из налоговых поступлений. Основные – налог на доходы физических лиц, арендная плата за землю и земельный налог. Заместитель главы Анапы Валерий Королёв подчеркнул, в нынешних экономических условиях строжайшая экономия бюджетных средств становится важнейшей задачей и призвал общественность не оставаться равнодушными к фактам теневого нелегального бизнеса. Я говорю, где наши тротуары, где наши скверы, где наши дороги, освещения. А у вас должность в Адамском на 1 января 2018 года 24 миллиона рублей. Вот здесь лежат ваши дороги, ваш свет. И в каждой станице там, в каждом хуторе. Дороги – это деньги. А деньги – это бюджет. А бюджет должен выполняться активно и именно с нашей помощью в том числе. Данные об исполнении бюджета за 2017 год передадут на рассмотрение и утверждение Совета депутатов. На одном из объектов водоканала произошла утечка хлора. Такова легенда командно-штабных учений, которые прошли в Анапе с привлечением всех специальных служб муниципалитета. Специалисты службы спасения Кубань-Спаса приступили к эвакуации населения, а пожарные прибыли на объект для локализации очага заражения. За действиями пожарных следила наша съемочная группа. Первые пожарные расчеты прибывают на место происшествия уже через считанные минуты. В этот раз их задача не борьба с огнем, а установка второго контура водяного заслона. Эта база водоканала считается объектом повышенной опасности. Именно здесь происходит хлорирование воды. И задача пожарных – не выпустить ядовитый газ за периметр. Последствия могут быть в прямом смысле катастрофическими для жителей поселка Уташ. Самая сложная ситуация, которая есть у нас в муниципальном образовании. Сложность ее заключается в быстротечности этой ситуации и возможном большом количестве с летальным исходом. При одном контейнере, а их может быть до 20 на водоканале, при одном контейнере радиус поражения вот при такой погоде может с летальным исходом составить до 1 километра. Первыми к ликвидации очага заражения приступают сотрудники водоканала. Хлор – это тяжелый газ, поэтому он в большинстве случаев стелится по земле. Часть работников уже по первому сигналу тревоги установили первое кольцо водяной защиты вокруг бокса с хлором. Другие работают внутри здания по ликвидации утечки газа. Своими силами эвакуируют условного пострадавшего, который оказался в эпицентре аварии. Пожарные, в свою очередь, создают вторую линию водяной завесы, делая дополнительную защиту. Прибыли 4 единицы пожарно-спасательной техники. Производилась установка на водоисточники и мероприятие по осаждению, по направлению ветра, по осаждению распространения АХОВ. Силами личного состава Анапского пожарно-спасательного гарнизона мероприятие проводилось в средствах защиты органов дыхания, в костюмах защиты Л-1. После ликвидации условной угрозы пожарные провели инспекцию по территории объекта. Были проверены пожарные гидранты и дополнительные источники водоснабжения, к которым огнеборцы смогли подключиться. Впрочем, специалисты водоканала уверены, возникновение такой ситуации практически исключено. У нас есть паспорт безопасности, который делают нам специализированные организации, научно-исследовательские институты. Вот в соответствии с паспортом безопасности, 2,6 на 10 в минус 7 степени вероятность того, что может произойти, данное событие, то, что произошло сегодня. После проведения учений в выездном штабе было проведено оперативное совещание, на котором подвели итоги. Общая оценка – хорошо. Самое важное – это понимание, что происходит. Это умение каждого руководителя службы, в случае чего, взять руководство на себя. Вот это вот основной момент, который я хотел бы подчеркнуть. Это и до учений, и по итогам учений, которые мы коротко провели в совещании. Есть понимание у каждого руководителя служб, кто первый зайдет в район возможного заражения, как себя действовать, какие силы должны привлекаться, как будет осуществляться обмен информацией между службами. Я считаю, что на данном этапе эта задача достигнута. По итогам учений будет проведен полный анализ действий каждого подразделения. В поселке Уташ, который находится в непосредственной близости от объекта повышенной опасности, прозвучала учебная тревога в школе и детском саду. Дети постарше уже понимают, что необходимо делать. Самые маленькие играли в игру. Такой искусственный дождь сбивает хлор, связывая его в водный раствор. В детском саду Василек, поселке Уташ, сегодня особая игра. Чтобы помочь взрослым, нужно что-то повторять за ними, а где-то просто слушаться. Дети знают, кто эти люди в форме. Про них минимум раз в месяц им рассказывают воспитатели. Допустим, по пожарной безопасности строим домик, там животные, пожарный, не дай бог, произошел, там что-то. Что нужно делать в этом случае с животным, там пожарники приезжают, вызываем пожарных, тушим и так далее. Ну, в общем, все в игровой форме. В детском саду около 60 воспитанников. В случае реальной чрезвычайной ситуации их будут вывозить на автобусах. Так как сегодня все понарошку, то все просто немного в них побыли, чтобы уже через несколько минут снова вернуться к играм. В принципе, временные рамки уложились, без паники, нормально. Дети отреагировали хорошо, сделали это в форме игры. В принципе, персонал детского садика нормативы выполнил. В соседней 24-й школе такая учебная сирена звучит по одному разу в каждой четверке. И все понимают, что здесь она может означать в том числе химическую опасность. Что делать в этом случае, школьники также знают. Мы выходим на самое высокое место местности нашей. В оригинале мы должны добежать до воинской части, и там нас уже дальше будут распределять по определенным местам. А на данном этапе мы останавливаемся на высокой местности. У нас здесь стадион, он очень высоко находится над местностью. Хлор стелется внизу, остается внизу, мы спасены. Около 130 учащихся возвращаются в классы. Здесь не скрывают, отдельные недочеты в действиях есть, но именно учения помогли их выявить. Спасатели отмечают, что год от года навыки персонала становятся лучше. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Завтра анапские пожарные примут участие в ежегодных краевых учениях, которые пройдут в поселке Ахтырском. Огнеборцы со всей Кубани продемонстрируют навыки ликвидации пожара в труднодоступной зоне. 11-й отряд Федеральной противопожарной службы Краснодарского края обеспечивает безопасность Анапского и Темрюкского районов. Подразделения рассредоточены так, чтобы оперативно добраться до любого места на территории муниципального образования и вовремя потушить огонь. В состав Анапской пожарной службы входит 200 человек. На их плечах лежит ответственность за тысячи жизней. Гарнизон выполняет сегодня сложные задачи, которые перед нами стоят. Это предстоящие проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, где перед нами стоит комплекс вопросов обеспечения как приезда гостей, болельщиков, так и места проживания и проведения тренировок спортсменов, которые будут проживать на территории муниципального образования. Завтра будут отрабатываться действия в случае пожара на нефтехранилище. Комплексные пожарно-тактические учения – это очередная возможность продемонстрировать свои навыки по ликвидации пожаров и подготовиться к чрезвычайной ситуации. Напоминаем, что в случае внештатной ситуации нужно звонить по номерам телефонов, указанным на экране. И к другим темам. В Анапе на следующей неделе стартует ежегодная акция «Георгиевская лента». Накануне Дня Великой Победы волонтеры молодой гвардии «Единой России», а также члены молодежных общественных организаций раздадут более 30 тысяч лент. В городе-курорте будет действовать сразу несколько точек, где можно получить один из символов праздника. Акция продлится до 9 мая. Две мобильные группы будут размещены у автовокзала и на городской набережной. Также георгиевские ленты будут раздавать на театральной площади. Жители и гости города-курорта смогут принять участие в благотворительной акции по сбору целевых средств на закупку оборудования в медицинский госпиталь ветеранов воин. Здесь по желанию можно оставить пожертвование, можно просто так взять ленту. Вот это уже дело каждого. Акция пользуется спросом. У нас в этом году большое количество лент. В былые времена было чуть поменьше. Люди, конечно же, берут по нескольку лент для своей семьи. Раздачи георгиевских лент запланированы и на массовых мероприятиях. В следующий четверг в селе Варваровка получить один из главных символов праздника можно во время традиционного десанта славы. Акция георгиевской ленты – одно из первых мероприятий, запланированных на майские праздники. Что этот символ значит для гостей и жителей города-курорта и какую роль в их жизни занимает День Великой Победы, узнали наши корреспонденты. У нас эта акция тоже всегда присутствует, и мы ее поддерживаем. Мы должны помнить все-таки подвиг наших дедов и должны пронести это, вложить это своим детям. И как бы у нас дальше все это продолжалось, и относились к этому не как к какому-то культу, а вот просто от души чисто. Если идешь на 9 мая к памятнику, то цепляю, а так, конечно, беру и дома, куда-нибудь завязываю. Война – это было как бы такое холодное-голодное время, и надо, чтобы каждые дети, наши будущие дети, там и внуки об этом помнили. Это память, это воспитание, воспитывают, то на чем молодежь, на примерах, на это. Подведены итоги первого этапа 13-й городской научно-практической конференции Академии. Свои проекты представили учащиеся с 5-х по 11-й классы, а также студенческая молодежь. Секция была посвящена обществу знанию, политологии, психологии и праву. Лучшие работы будут отправлены в Краснодар, где победители примут участие в конференции краевого уровня. О результатах первого дня узнала наша съемочная группа. Мы живем среди людей по правилам и нормам, установленным в государстве. Их огромное множество. Но я решила подробнее остановиться на одном важном для всех детей в мире документе – конвенции. Арина Носенко работала над своим проектом полгода. Вместе с научным руководителем пятиклассница раскрыла тему «Нарушение прав ребенка в сказках», взяв в качестве примера Карлика Носа. Арина поняла, что сказки – это не только интересные истории, но и материал для изучения прав детей и взрослых. Главное – анализировать поступки персонажей. Члены жюри единогласно присудили школьнице первое место. Я подумала, что многие просто так читают сказки и не задумываются, что в сказках нарушаются права персонажей, в частности детей. Я хотела передать своей работе, что нужно проводить правовое воспитание с самого раннего детского возраста, для того, чтобы любой ребенок мог в любое время знать, как защитить свои права, мог отстоять. Победители были отобраны среди 18 участников в двух категориях. По словам организаторов, в этом году количество спикеров увеличилось на 5 человек. Баллы присуждаются по нескольким критериям – актуальность работы, логичность, а также умение сделать выводы. Слабых работ у нас нет. Действительно, все работы довольно серьезные и требующие большой подготовки, особенно больших знаний. Поэтому ребята, которые пришли сегодня – это звездочки. Мы их поддерживаем. В течение месяца будут определены победители по 13 предметам – биологии, языкознанию, физике, математике и другим направлениям. Их работы будут отправлены в Краснодар для участия на краевом этапе конференции. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Скоро в России будет проходить чемпионат мира по футболу. В Анапе работа по строительству тренировочных объектов подходит к завершению. Заезд команд ожидается уже в мае. А тем временем на курорте стартует новый футбольный сезон. В это воскресенье на стадионе «Спартак» пройдет первый матч Кубка губернатора первенства Краснодарского края по футболу. В рамках открытия футбольного сезона 2018 на поле выйдут команды Анапы и Олимп, представляющие Северский район. В год, когда наша страна встречает чемпионат мира по футболу, всем нам необходимы единения и яркие живые эмоции, которые обязательно подарят нам спортсмены. Всех поклонников спорта приглашают на стадион к 15.30 на церемонию торжественного открытия футбольного сезона. Начало матча в 16.00. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Анапе ожидается пасмурная погода. Днем возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 16 градусов. Ночью прохладнее – 8 выше нуля. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 11 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц. Абонемент на месяц. Рекламаkt на месяц. Реклама journeys. Абонемент на месяц.